Жители Аляски ежегодно получают дивиденды о добыче нефти в штате. Для этого в регионе создан постоянный фонд штата, который управляет прибылью от нефтяных разработок. Сумма дивидендов индексируется ежегодно и зависит от доходов последних пяти лет, а также от числа людей, которые должны получать деньги в соответствующем году. По состоянию на 2018 год каждый житель Аляски получает 1600 долларов в год. Эта сумма подлежит обложению федеральным налогам. Чтобы получать нефтедоллары, человек должен прожить на Аляске не менее одного календарного года, доказать намерение жить в штате в подложительное время и не иметь судимости. Фонд был создан в 1976 году после укрытия трансаляскинского нефтепровода. На референдерме жители проголосовали за поправку в Конституции штата, устанавливающую их право на получение дивидендов. В 1982 году у фонда учреждена программа, согласно которой 25% прибыли штата от продажи нефти поступает непосредственно в фонд. Именно эта четверть идет на дивиденды для всех постоянных жителей Аляски. Самая маленькая выплата за весь период работы фонда составляла 331 доллара, а максимальная сумма была зафиксирована в 2015 году и составляла 2072 доллара. Дивиденды первоментного фонда получают абсолютно все зарегистрированные жители Аляски. Данная программа рассчитана не только на взрослое население, дети также получают свою часть от прибыли. Сумма выплачивается в равных долях каждому жителю, что неоднократно становилось причиной недовольства коренного населения, которое считает, что им по праву положено больше участия. Те жители Аляски, которые вступили в программу в 1982 году, то есть с самого ее основания, получили уже около 40 тысяч долларов. Одной из целей фонда является привлечение людей в этот штат. Несмотря на огромную территорию в 663 полярных мили, население Аляски составляет всего около 740 тысяч.